Василь Быков. Сотников. Повесть. Глава первая. Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уж не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверное, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровнялось снегом, и если бы не лес, ели вперемешку с ольшанником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядывая сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, рыбак все больше узнавал еще о сосени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое ушедшие вперед подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунутся. С края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самой верхушке утопали в снегу. Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил, лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи. Казалось, вроде кто-то живой и добрый, ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато, от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей. Вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она прилегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняла ходьбу, зато страховала от неожиданности, и рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу. Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила рыбака, у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь. Те, что остались на горелом болоте, отдали им все, что могли, и из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, граната еще и не понадобится, а к утру оба они будут в лагере, по крайней мере, должны быть. Правда, рыбак чувствовал, что после неудачи в глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться. Но подводил напарник. Все время, пока они шли лесом, рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и рыбак, сбавив шаг, оглянулся, изрядно отстав сотников, едва тащился в ночном сумрке. Подавляя нетерпение, рыбак минуту углядел, как тот устал оттащиться по снегу в своих неуклюжих стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали, в морозной ночной тишине, послышалось его частое затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться. — Ну как, терпимо! — А-а-а! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще! Прежде чем ответить, рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и за ним мог будет бодриться, мол, обойдется, чтобы избежать чужого участия, что ли. Уж чего другого о самолюбии и упрямству этого Сотникова хватило бы на троих.